Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Уборочная кампания в Башкортостане выходит на финишную прямую. Впереди, по прогнозам синоптиков, не менее 14 ясных дней. И хотя возможны заморозки, сухая погода позволит собрать урожай зерновых и зернобобовых, сообщили в региональном Минсельхозе. На сегодня скошены 1 миллион 140 тысяч гектаров. Это 80% площадей. С каждого гектара аграрии получают в среднем 22 центнера. 2,5 миллиона тонн уже в закрома положили. Подходит также к завершению уборка азимах. 93% или 278 тысяч гектаров. Убрали почти треть урожая сахарной свеклы. С 17 тысяч гектаров накопали 770 тысяч тонн корнеплодов. Двумя заводами ведется и заготовка, и переработка. Мы ожидаем, что эта работа будет до 1 апреля. Соответственно, мы, конечно, качество февраля-марта будем терять, но загрузка будет более 100%. Параллельно идет работа по уборке масличных культур. Более 10% сегодня вышли на уборку подсолнечника. Два завода активно принимают. Поэтому также это будет до поздних морозов эта работа идти. Параллельно хозяйство приступили к посеву азимах. 219 тысяч гектаров уже засеяли, а это 58% от плана. Кроме того, завершается работа по обеспечению кормами. Заготовлены 1 миллион 230 тысяч тонн сенажа, 573 тысячи тонн сена. Набирает обороты заготовка силоса. Несмотря на сложные условия, аграрии справляются с поставленными задачами. Подытожил Эльшат Вазрахманов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первопроходцем в этом направлении стал Московский государственный юридический университет, где есть кафедра спортивного права. Постепенно этот опыт переняли еще несколько регионов. Направление это является перспективным, поскольку юридическое сопровождение спортсменов и тренеров становится все более актуальным. Специалисты такие нужны, и я думаю, что мы будем в разных форматах продвигать эту идею. В том числе мы активно это обсуждаем в рамках ассоциации юридических вузов нашей страны, куда входят более 80 вузов и юридических факультетов. И вот идею спортивного права мы... Сначала на первых порах некоторые улыбались, говорили, ну какая это отрасль спортивное право, в такой отрасли права не существует, и не надо этим заниматься. Безусловно, это не отрасль права. Это одно из направлений, которое нуждается в правовом регулировании. По словам Олега Матыцина, сегодня стоит задача в укреплении национальной системы юридических основ. Скорее всего, в ближайшее время будет необходимо начать работу над новой редакцией закона о спорте, поскольку предыдущий был принят в 2007 году. Этот вопрос юридическое сообщество рассмотрит в частности в ходе форума «Россия – спортивная держава», который состоится в Уфе. На совете Министерства спорта готовят свои предложения касательно многих аспектов деятельности в сфере физической культуры и спорта, с учетом международных тенденций. Но все это должно, прежде всего, иметь законодательную базу. Потому что любая идея хороша только тогда, когда она предполагает очень четкое нормативно-правовое регулирование. Тогда она способна к реализации. И в этом отношении, конечно, форум «Россия – спортивная держава», совет при президенте, который там будет, это такие ключевые, наверное, элементы и ключевые события, которые потом предопределят развитие всей системы спорта на многие годы. Исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров поддержал идею о создании новой, справедливой и отвечающей современным реалиям международной спортивной архитектуры. Основополагающую роль здесь должны сыграть страны БРИКС. Мы считаем, что нужно в дальнейшем включать и спортивную составляющую, которая пропагандировала наши общие спортивные ценности. Вот такой важный, справедливый, состязательный дух. То есть то, с чего начиналось спортивное олимпийское движение вообще на земле. Напомню, столица Башкортостана готовится принять делегации и спортивные команды из более чем ста стран. Они примут участие в форуме «Россия – спортивная держава» с 17 по 19 октября этого года. Мероприятие включает масштабную и насыщенную деловую и спортивную программы. И в продолжении темы. В УФЕ к проведению форума «Россия – спортивная держава» возведут временную выставочную площадку на 12 тысяч квадратных метров. Там расположится экспозиция «Современный спорт. Инновации и перспективы», посвященная ведущим в области спорта регионам и компаниям страны. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра спорта Республики Руслан Хабибов. Для размещения гостей и участников форума задействуют 15 гостиниц различных категорий от 5 до 2 звезд. Для их проживания дополнительно забронировали 22 отеля. Минспорта Республики формирует Центр управления форумом. Он будет работать в круглосуточном режиме с 1 октября в конференц-зале Дворца борьбы. Помимо этого собрали команду волонтеров из 500 человек. Совместно с Министерством здравоохранения и силовыми структурами прорабатываем вопрос медицинского обслуживания и обеспечения правопорядка во время проведения форума. Правительством Республики утвержден план мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности участников. Проведено обследование мест проживания участников и гостей, а также объектов транспортной инфраструктуры. Форум «Россия. Спортивная держава» пройдет на пяти спортивных объектах. Основной площадкой станет Дворец борьбы. В нем запланированы пленарные заседания, а также совет при президенте России по развитию физкультуры и спорта. В Уфа-арене состоится вечер профессионального бокса. На грибном канале – международные соревнования «Край Курая». В спортивном комплексе «Динамо» – матч чемпионата России по баскетболу. А в центре фехтования – международные соревнования «Сабля Салавата». На подготовку к зиме в Башкортостане направили почти 4,5 миллиарда рублей. Паспорта готовности получили 100% многоквартирных домов, заявила исполняющая обязанности министр ЖКХ Ирина Голованова. Подготовка проходит под контролем Госжилстройнадзора. Сотрудники ведомства проверили более 8,5 тысяч домов. По результатам выдали свыше 2,5 тысяч предостережений. Выявлено 20 тысяч нарушений, из них на сегодня устранили 76%. Претензии все еще есть к Обделиловскому, Ольшеевскому, Стерлитамакскому, Федоровскому и Хайбуллинскому районов. Подготовка объектов коммунального хозяйства также проходит под контролем Ростехнадзора. Ведомством на сегодняшний день проведены проверки в отношении 72 теплоснабжающих организаций, 236 котельных. Выявлено 408 нарушений. Наибольшее количество замечаний у Обделиловского, Белорецкого, Словацкого, Туймазинского, Уфимского районов и города Октябрьский. Срок устранения выявленных замечаний 15 октября текущего года. Глав муниципалитетов прошу взять данную работу на особый контроль. В рамках подготовки к зиме в домах провели гидравлические испытания и промывку систем отопления. Где это было необходимо, отремонтировали общедомовые приборы учета, восстановили теплоизоляцию труб центрального отопления. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.